всем привет меня зовут людмила вы на канале вяжем вместе сегодня покажу как и вязать вот такие вот розочки нам понадобится крючок иголочка и ножнички вязать мы будем из мерсеризованного хлопка для начала мы сейчас рассмотрим схемку вязать будем узочку из трех рядов точечки у нас воздушные петли вот такие значки на столбики с накидом и плюсики соединительные столбики набираем определенное количество воздушных петель и первый ряд вяжем галочки то есть столбик с накидом воздушная петля и в эту же петлю столбик с накидом пропускаем одну петлю следующую вяжем столбик с накидом воздушная петля и в эту же столбик с накидом и так мы через одну вяжем до конца ряда в следующий второй ряд делаем петли подъема и вяжем в арочку 2 столбика с накидом 3 воздушные петли 2 столбика с накидом следующую арочку 2 столбика с накидом 3 воздушные петли 2 столбика с накидом и так в каждую арочку до конца провязываем третий ряд делаем петлю подъема и провязываем в арочку восемь столбиков с накидом далее делаем соединительный столбик и набираем в следующую арочку провязываем столбики восемь столбиков с накидом и опять соединяем и так до конца и собственно вот все сейчас мы с вами свяжем вместе розочку а потом я с вами поделюсь секретиком одним как связать по одной схемке две разные розочки и 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 вот этот кончик мы оставляем длинный мы этой ниточкой будем сшивать нашу розочку но теперь я вам расскажу как далее сделать две разные розочки два варианта вот давайте мы с вами сейчас сделаем розочку распустившуюся это у нас вот видите лицевая сторона вот это изнаночная значит мы будем с изнаночной внутрь изнаночной стороны вот так вот край вот так сворачивать просто берем вот так вот и сворачиваем ниточки то конечно сразу надо убирать я вам сейчас покажу сначала потом мы с вами сошьем вот видите таким образом мы свернули посмотрите нас получилось распустившаяся розочка да вот а теперь мы будем сворачивать с вами не на изнаночной стороне а лицевой вот так вот вовнутрь лицевой посмотрите как у нас получилось розочка распускающаяся у нас в первом варианте лепесточки были вот так разогнуты в этом варианте они у нас вот его внутрь смотрят почему так происходит вот за счет того что мы с вами провязали в арочку 8 столбиков с накидом и получилось что немножко они вот так начали вот так сворачиваться вот и за счет этого видите мы можем с вами сделать любую розочку хотите такую не распустившуюся можно вообще такой маленький бутончик сделать но это надо меньше петель набирать вот или наоборот если вы хотите просто обычную розу а связать то смело набирайте в арочку не 8 а 10 столбиков с накидом и обычная получится розочка в общем сейчас мы с вами будем сшивать ничего сложного вот таким образом скручиваем и вот тут потом кончиком ниточки вдеваем в уголку и аккуратно каждый слой вот так вот здесь с этой стороны пришиваем вот ну конечно же это секрет для начинающих потому что я думаю что рукодельницы которые уже давно вяжут конечно же для них то не секрет это они знают такие способы а кто начинает только вязать скорее всего это больше для вас вот ну все сшиваем так один кончики и убрала давайте вам делать распустившуюся розочку будем загинать со стороны изнаночной лепесточек один загнули иголочку к серединке вот сюда подвели и пошли вот так аккуратно смотрите вот тут чтобы у вас тоже розочка не выпирала ну тут уже кому как нравится кто-то хочет сделать пышную широкую можно сделать вот такой вот поменьше немножко уже таким образом сшиваем до конца здесь закрепить ниточку вот я уже почти сшила здесь от краешек тоже так берем иголочка и сшиваем аккуратно если у вас ниточка еще осталось вы можете здесь еще закрепить несколько раз прошить у меня уже маленький кончик остался вот такая у меня получилось распустившаяся розочка еще конечно размер зависит цветочка от ниточек от толщины нитки потому что вот здесь смотрите у меня два варианта и одинаковое количество петель набирала розочки получились разного размера вот эта ниточка розовая у меня потоньше была здесь толще видите ну и зависит от того сколько вы набираете количество петель вот в данном случае вот такая получается кому понравилось видео ставьте пальчики вверх не забывайте кто подписался нажимаем на колокольчик и вам будут приходить уведомления с моими новыми видео всем хорошего настроения пока пока